пошли ну пошли давайте давайте пройдем я вообще тут ни при чем я только тут неделю работы меня перевели с прошлого участка вот смотри вот тут задержанные гомосеки сидят протест устраивали до улицы мы всех в бобики в участок крутой канал посвященный разным опытом с оружием выстрелить бензин убить льняной пули и прочие интересности все это ты сможешь найти на канале ганган стайл ссылочка в описании заходи и подписывайся как делишка репетишки с вами снова эдисон и сегодня вместе же недоса мы будем продолжать нашу рубрику детективы вайнкрафт да ребята всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями детективов только благодаря вам мы снимаем эту серию поэтому ставьте большой палец вверх прямо вот прямо вот прямо участны этот видос если хотите большие серии с детективами и в принципе больше видос даже не сложно даже да да вот смотри вот смотри вот чем я делась с этим скидом чем я делать что-то такое нормальный скин а почему я у себя голый а ты меня родил все давай пойдем ну иди я че ты меня ждешь ладно ладно я пошел что ты делаешь со мной маньяк проклятый пока пока ой женитон конечно у нас дебил да это мы все знаем чем будет закрыть машина алло алло такие такие машина машина еще будет заключаться моя сегодняшняя серия дебилизм а кем будет джека в этой серии джека в этой серии у нас будет олигархом но не простым олигархом а который ну ну сами все увидите потому что я не могу вам все рассказать да но это в доме вот эта конченная проклятая матью машина которая я не знаю что с ним творится честное слово не знаю что с ним творится а быстро на эту машину мы пойдем сначала к джиндосу пройдем его карту потом вернемся сюда и устроим ему ох я в этой серии ему устрою да поэтому ребята погнали пошли ну шо ну шо ты заходи ты не пиас это фуражка фуражка лада я сниму их буду без фуражка все я пошел в общем эдисон сегодня ты у меня будешь играть роль полицейского я буду полицейским и я тоже буду полицейским ты понимаешь противостояние двух полицейским противостоянием и компаньоны с тобой мы в одном участке работы ладно да нет мне в одном участке короче все эти санживайся в роль а я пошел к тебе откройте дверь это полиция это полиция здравствуйте здравствуйте к полиция то что полет мне тут сообщили что в вашем участке происходят какие-то очень страшные вещи люди пропадают говорят мы расследуем мы расследуем я вообще в кофе у нас маньяк на районе появился еще мы все разберемся начали кидит она идите на свою зону часто все будет до свидания до свидания я не понял я тут грал и какого звания сержант или сержант у меня и сержант у меня генерал этот папа конем министра генерала адмирал так выходите на улицу на улице ухренел тебе сегодня я буду вас допустим так я должен провести обыск полностью как бы сотрудник все нормально все нормально я не сотрудник кому-то вообще на вы должен ко мне обращаться ставки позвонки есть покажу эту пукалку завтра завтра лишу тебя вот это твоего значка полицейского сопротивляться сопротивляться как бы обыску я ничего у вас неплохого вам не сделаю пойдемте так почему у вас танк стоит на стоянке если я говорю танк с нашего участка вот пригнали мне сюда потому что я как бы главный в своем участке вот поэтому он тут стоит главный в участке начинает поэтому вас танк стоит на стоянке ну потому что у нас на стоянке в участку уже нету места да вот поэтому пригнали сюда вот возле моего дома так ладно разберемся попозже с этим танком этого что такое это Вы фильм какой-то нас снимаете? Фильм? Ну да, это документальный фильм про наш участок, вот как мы там... А, голова настоящая! Не-не-не, это всё фейк, это всё фейк, это тупо для документалки нашей. Мы против терроризма, мы против хулиганов и всякого остального. Это вот так. Против терроризма, значит, а почему у нас тут кровь, это всё... Это всё постанова, это всё фейк, да-да-да. Так оно и есть. Ну голова очень похожа на настоящую. Ну конечно, профессионалы её делали, прям. Гримеры, загримировано, вот видишь, всё нормально. Ну ладно, хорошо. А почему у вас вообще на полицейском участке проводятся какие-то съёмки, я не понимаю? Ну потому что у нас участок маленький вообще на райончике, да, поэтому вот у меня дом большой, да, ну на заработал, да, поэтому вот. Ну да, это полицейский участок у вас, а не дом. Нет, мой дом. Ну я живу, я в нём живу. А, вы живёте в полицейском участке, я понял, да. А такой работяга, да, знаешь? Да, работяга, да, целыми днями. Ну хорошо, посмотрим, какой там работяга, так. Так ладно, давайте зайдёмте в эту комнату. Давайте, 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 прошли, прошли. Униформа Т-2000, униформа Т-3, это у вас такая униформа, да? Да, для наших, да, полицейских, да, сотрудников. А почему она какая-то такая странная? Вот у меня, смотрите, какая по униформе, да, вот у вас. Да потому что у вас отсталый участок у вас с прошлого века. У нас уже новые технологии, с Швейцарией нам привезли вот этот костюм. А, да, то есть балаклавы террористские, да, и всякие маски бандитов, да, это у вас типа новые, да? Нет, как бы спецназ у нас тут, это необычный. Это балаклавы. Да, спецназ балаклавы уже носит. Не то, что у вас обычные там. А, бандитская маска, бандитская маска. Это не бандитская маска, это очки, очочки. Скоро же лето. Нет, это бандитская маска. Нет, это очочки. Ладно, хорошо, допустим, это очочки. А, а вообще у вас динамит вообще везде. А, это конфискован, это конфискован. И вот вчера дебила застукали дома, динамит в дело, прикинь, кастрюли варил. Вот мы конфисковали. А, вот это что у вас? Типа тоже там уже нерабочие гранаты, испорченные уже. Уже всё. Нет, это всё лежит у вас в офисе. Ладно, хорошо. Это конфискация. А типа у вас не лежит, да? У нас ничего не лежит, как бы у нас на мои руки чистые. Ну потому что у вас дебильный офис какой-то. Ладно, пройдёмте дальше, давайте. Ой, ладно, хорошо, хорошо. Это, видимо, тут кушать. Это кто тут такой? Террорист Ахмед. А почему у вас террорист кушает за вашим столом? Ну потому что я права свои предъявил. Мол, у вас в стране не кормят заключённых. Вот решил в суд на нас подать. Мы такие, пускай лучше там фруктики пыхавает. Мы на него не будем вообще гнать. А через часик потащим его в камеру и будем его допрашивать. Ага, то есть вы террористов кормите за общим столом? Это что, не доказано то, что он террорист? Не доказано. То есть мы ждём его адвоката, адвокат придёт и тогда в суд вот это всё. Да по нему видно, смотрите, он террорист Ахмед. Охренеть, то есть если у него борода, то он террорист. А если вы... Ну написано, видите, зелёненькими буквами террорист. А вы еврей тогда, я не знаю, по вам видно. Охрен, какой жутник-то, ладно, ладно. А почему у вас даже тут динамит? Ну потому что дебилы, вот говорю, вынести вот туда, в ту комнату, нет, не выносит. Вот сам, вот работяга настоящий должен сам переносить, вот перенёс. Ой, какой вы, вы любите свою работу? Да, 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 люблю. Так, ладно, посмотрим, что у вас тут. Тут у вас вроде ничего нету. А чем вы ещё кормите людей? Ничего нету. Что принесут, что жёны им сделают, как бы, они принесут, тут хавают, всё. А, то есть у вас, ну типа, бедники, да, такое полицейский участник? Почему? А что, полицейский участник должен кормить всех сотрудника? Нет. Как бы идёшь на работу? А что у вас тут? Сотрудник участка взорвался на задании. Это что? И у вас тут скелет лежит, шкафут. Какой скелет, манекен для нашего видоса? Вот всегда, вот я его не делюсь, угорю. Паша, Паша! А он не приносит. Вот Паша сотрудник. А почему тут, допустим, сотрудник участка взорвался на задании? Ну, потому что, типа, вот смотрите. Вот смотри, вот тут, типа, фейковый, фейковый, да? Фейковый скелет. И потом тут камера такая выходит. Мы снимаем документалку про наш участок. Вот смотрите, террорист Ахмед, которого скоро посадят, да? Там на 8 лет. А вот тут, смотрите, взорвался. Конец фильма. Интересные у вас довольно-таки фильмы. Почему-то Костя-то настоящие, Костя-то я могу различить. А вы что, я не понимаю, биолог или кто там? Кто вы вообще? Откуда? У меня мама была биологом. Ну и что? По генам биология не передаёт сознание биологии. Ну ладно, я об этом сообщу, конечно, в наш участок. Мы проверим настоящий уже скелет. Да, да, да. Ну ладно, ладно, хорошо, хорошо, ладно. Пойдёмте вниз, что ли? Ну пройдёмте, да, пройдёмте. Это вот что такое? Что за подвал у вас? А ничего, подвал, документы, архив, короче, наш. Архив. Всех посаженных террористов в этом году. Лично восьмерых посадил. Лично. Ну вы не против? Откруйте, я посмотрю. Я не знаю, Паши, нету сейчас, вот карточку домой, наверное, собрал. Ладно, хорошо. Старенький уже, генералки, пошли. Пошли, пошли. Это вы сумасшедшие, знаете, мне кажется, вам на пенсию пора. Да, я верю, старенький уже, старенький. Ладно, повезли на второй этаж, посмотрим, что у вас. Может, не надо на второй? Я уже спать, но ладно. Это у вас вот библиотека, да, такая? Ну, типа того, да, любим почитать книжки. Так, давайте, я посмотрю, что у вас тут за книжки такие есть, интересные книжки. А вот это не я, я вообще не читаю, никогда в жизни не читал, это всё к сотрудникам, к Паше, допустим. Коран. Я не знаю, я такой вообще, не знаю даже, что это такое. Закладывание бомбы. Правила взрывов. Это для саперов, ну, понимаете, ну, как бы. А это что за книга на арабском написанная? Ну, не знаю, вот у террориста иззяли, вот у Ахмеда, Ахмеда принёс. Ахмед, то есть, книжку, да, носит? Пускай носит, и что теперь, книжку с собой носить нельзя. Вот вы с собой паспорт носите. Вы его книжку в библиотеку, да, засунули? Нет, вот тут конфискация лежит, тоже. Ага, да, понятно, вы что ли, это библиотека? Ну да, там участок библиотеки, где всё конфисковано, вот Ахмед там. Я знаю, у вас любую вещь, я найду, всё конфисковано, да? Всё конфисковано, у нас хорошие участки. Мы ничего не выкидываем. конфисканцы базу до архив просто склады в эту комнату посмотрю что взрывчатка в полицейском участке саперы придали притащили вот на задании были притащили вот горите а куда у нас подвала же нету есть только там архив там ценные документы мы не мы не можем туда занести эти если там ценные документы а это что у вас почему это сапер изучает саперское дело как обезвреживать как обезвреживать бомбу в вертолете террористы пока нарисованы очень дорисовал только план составляет почему сотрудник полиции это не сотрудник это террорист которого мы подозреваем в этом то что он хотел там ограбить магазин так это же паша откуда вы знаете паш паша дома семьей женой с вас валентина сидит да ну ладно почему ты почему 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 у вас террорист не он не пошел ну так все вы задержаны чаще я паше позвоню ща он придет по жопе на стучит не все и будешь ты угрожать и генералу меня так а карточка уберите карточку хорошо пойдемте в ваш подвал там архивы всякое там пошли ну пошли давайте давайте пройдем я вообще тут не причем я только тут неделю работы меня перевели из прошлого участка да вот смотри вот тут задержанные гомосеки сидят мое хорошо 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 вчера задержали там протест устраивали на улице мы всех в бобики в участок я паше лампочки домой зарабатывает хороший человек ну просто бедный немного еще какие-то непонятные комнаты это взрывчатка на территории вы что решили устроить теракт на карте какой теракт если у нас взрывчатка на втором этаже понятно что в подвале в подвале их больше будет кто тут еще террорист это я или ты дебил так извини я поход твою карту взорвал случайно в смысле мою карту блин извини я реально случайно эдисон я все починил эдисон не переживай да ладно ладно я сохранил твою карту не переживай ты хорошо справился с моим заданием я готов идти на твою карту тут немножечко она конечно попортилась сейчас мы все поправим не переживайте не переживайте я уже обосрался я не буду больше не записывайся этим дебилом ничего перестраивать тем более я буду так короче да 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 я я забыл жек ты в этой серии больше олигархом типа бекрашен боссом может быть да и это точно открывайте 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 здрасте здрасте да вот еженедельная проверка вашего дома все ли в порядке ну нету ли там всяких жучков не сидят ли за вами нету ли каких-то там а бандит у вас доме обычная проверка евгений андреевич так машина позвоню сверху то как бы мне подтвердят до что официальная проверка если не официально понимаешь что у вас я у вас уволю понимаете в смысле увольте в прошлую пятницу я тут был и позапрошлую каждую неделю тут понимала евгений андреевич я я давно говорил к врачу надо на склероз проверить а вы таблетки вообще пеки гидро мебель мемцем пол в эти мемцем полотенцем жена 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 не напоминает я горил маруси евгению напоминали давным евгений андреевич это стандартная проверка на жучки на все я с понимаю вы занятая занятая личность да вы наверно вас заезда опять заводы да продавать надо 5 заводы да еще миллионы долларов у меня уже места нет для этих денег в доме вообще а нету места для вас бильярд на входе стоит в бильярд в лагеря поиграть может можем поиграть выпить там не знаю да не видно вина на протяжении евгений андреевич это я на работе вообще не пью не пью трехсотлетний выдержки вас там унесет после работы я приду к вашей жене жена дома кстати в празднике совсем обидел я со своей женой приду на семейный ужин команды для андрея евгений андреевич так хорошо хорошо так ну тут жучков вроде нет роскошно живете слушайте сейф у вас тут а прошлый раз тут сейфов не было вы что перенесли перестановку и сделали я говорю просто деньги не входят и такой а вы что ремонт в смысле а почему вы все обои содрали почему куда ковер убрали от и с этого я просто подумал что так будет выглядеть намного лучше красный калорий подходит моему синему цвету то есть такой ретро дом стал да типа а понятно раньше больше нравилось ну ладно не знаю что вы обои может быть может быть так давайте пройдемте а чё вы кабинет свой перенесли куда-то или чё да я говорю перестановка ремонт идет в доме я пока ремонт идет в доме да ремонт вот чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё такое а мусор собирали да да нет это деньги а вот ну ремонт идем вы до сих пор тут работать до компьютер тут то есть заводы продаю я так это я просто было нашу я все время такой еру и скрыганку а стул где стул вы чё стоя работаете да у меня просто спина болит надо сейчас стоя стоя наоборот когда спина болит нужно присесть не а у меня врач сказал надо стоя чтобы как бы позвоночник не искривлялся там нужно стоя стоять правильно там ровно ну короче стоя стоять какой-то дебильный у вас врач горилла вам маруся то что другого найдите а не вот этого дебилла хорошо так на кухню вас тут евгений андреевич где ваш кухня да ремонт говорю ремонт делаю ну вот печку уже от печку оставили а вот такие там посудомойки золотые с бриллиантовыми ставками все вынесли пока что а да помню помню бриллиантовые да 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 все учебы кушать и хлеб только что у вас диета хлебовая а это врач вам наверное посоветовал только диета ну в старость как бы ну да ну да вот хлебушек для костей хорошо но он же калорийный очень калорийный да сойдет это нормально поправитесь евгений андреевич толстыми будьте а на старость это очень плохо я и так худенький у меня я не толстей хорошо так ну хорошо тут жучков вроде нету все нормально у вас костюм дворник костюм евгений андреевич чё это такое костюм дворника и полный вот этот ящик это наш личный дворник оставил просто вот видите швабру тут еще оставил у что кукра а чё он вас на кухне оставляет свои вонючие вещи при тупер это мое коетое вещи которые я купил как до него понял его ты е electr qui а чё вы не выкинете эту хрень на мусорку metal д glac А что там паутина? Вы давно туда не заходили, походу, уже. Да, не, 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 это просто так налетело, налетели. Когда вот мы мусор не сгрели, сразу все к насекомой, все налетели. Какая насекомая? У вас 30 уборщиц, какая насекомая? Так я говорю, я всех уволил, просто чтобы переводить. А Евгений Андреевич, вы, походу, на старой селе вообще с ума сошли. Зачем увольнять весь персонал вашего дома? Я говорю, переезжаю в другой дом. Да, вы переезжаете, хорошо. Да, переезжаю, переезжаю. А тут что, в прошлый раз этой двери не было? Ой, я уже не помню, мороза у меня, мороза. В смысле мороза, но если вы переезжаете, зачем устанавливать новую дверь? Тем более бронированную. А, так это, я там свои деньги храню. А, деньги? Я как пойму, везде их... Все самые ценные вещи, чтобы как бы там не украли. Мне аж не сложно так поставить дверь бронироваться за миллион долларов, чтобы потом, чтобы не сую нафиг. А, там самые ценные вещи, да? Ну да, да, какие-то там вещи. А, вот тут все, а, тут все, как ничего, хорошо. Ну давай, ладно, пройдемте, пройдемте дали. Маруся! Что с Марусей? Что с Марусей? В смысле, не прикидайте, что с Марусей? Подохло, наверное, от яблочек. В смысле, от яблочек? Вот, у нее истощение, она уже неделю где-то не кушала. В смысле, подохло? Евгений Андреевич, а ну, блин, а ну, правду рассказывайте. Ладно, ладно, спалили меня, спалили меня полицейские. Мы из нашего дома решили сделать место для... Ну, собственно, всякие там постановки, театр будет делать, да? И вот это, наложили грим на нашу Марусю. Вот, тут паутины понавесили. Какой театр, Евгений Андреевич, вообще нечем заняться? Какой театр? У вас дома за триллиард долларов? Какой театр? Ну вот, я люблю благотворительность. Я как бы благотворительность. А где вы жить будете? А я себе новый особняк купил на берегу моря. На берегу моря. А что с Марусей? Почему она не дышит? Да, Маруся, она просто... Грут, она её всяким гримом, да, намазывали, и она от краски отрубилась. А с ней всё нормально? Да, да, врачи сказали, скоро это... А, вот, ваш врач, да, приходил сюда? Ну, да, да, да. А что она вся в крови? Ну, ладно. Да, это грим, это всё. Ну, ладно, пойдём. Надеюсь, Маруся всё нормально будет. Да, да, всё нормально. Ну, хорошо, хорошо, давайте, пройдёмте дальше. Пройдёмте дальше. Так, ну, тут вроде ничего нет. И тут как отдельно идёт речь, я всё понимаю. Ну, посередине туалета срать, ну, вот туалет. Да, это специально, специально. Смысл, вы специально насрали тут, да, посередине туалета? Да, чтобы было как-то больше, вот так, знаете, похоже на бедный дом. А то, вот, стреляр дома, знаете, сложно сделать бедный дом. Ну, вообще, с ума сошли, нахрен, на старости лет. Сейчас, срать пос... А что, не имею права, мой дом их срок, где хочу, как бы. А, всех уборщицев улили, насрали посередине дома. Ну, тут, может, не знаю, подыхать уже пора, наследство внукам оставлять. Ну, вы с ума уже сошли немного. Ну, ладно, Евгений Андреевич, пройдёмте дальше. Так, что тут... Вот спальня наша, что такое переделали, да, вот, паусинки опять же намазали тут. О, карточка, да, карточка, да, хорошо. А, это там, где сокров... Хорошо. Так, тут, тут, что? Судного Сиба? Чё, чё это за, за, вот это? Что такие? Ой, это чё-то Маруси читать, я такого не читаю. Ну, Маруси, Маруси. Официально Новосибирский суд объявляет Евгения Андреевича банкротом. В течение одной недели все ваши вещи, машины, ваш дом будут изъяты и отданы государству. Вы лох. Евгений Андреевич, чё вы мне не сказали? Вы думаете, в официальном документе напишут, вы лох, это всё для постановки, понимаете? Мы сделаем такую, заголовок в новой статье. Евгений Андреевич обанкротился, весь дом стоит на соплях, всё, и... Вот, вот, короче, это всё постановка. Хорошо, хорошо. Вот, вот, по поводу этого, мне всё же интересно, вы врали или нет? Что тут у вас такое? Смотрите, сами посмотрите, посмотрите. Вы говорили, у вас там все ваши деньги, потому что вы переезжаете, да? Я же не буду вам говорить как бы правду, это всё театр, постановка, давай, заходите. Ну, хорошо, пошли. Вам понравилось. Так, значит, вы не врали, да, деньги? Да, да, я не врал, я говорю, я говорю только правду. А, то есть, Евгений Андреевич, вы не врали, да? То есть, ну, деньги, вы переезжаете вот тут. Бабло, бабло. Да, ну, хорошо, хоть в этом вы не соврали. Хорошо. А когда вы приезжаете, когда вы приезжаете? Да, вот на днях уже, не переживайте. На днях приезжаете, хорошо. Маруся, значит, в отключке, да? Да. А персонал вы весь уволили, да? Там уборщика, там дворника, уборщица, охранника, вот этот состав весь там. Да, да, да. Сколько у вас охранников было? Ну, там где-то 28 было, да. 28, ага. А снайперы ещё были на это, да. А вы тоже уволили, да, снайперов? Да, тоже нафиг. А дети, где учатся, да, в Англии, там, в этом? Да, да, да. В Шараге своей, хорошо. Значит, вы... В Шараге, в Оксфорде вообще. В Оксфорде? Да. Хорошо, в Оксфорде, в Шараге. А значит, вы сами дома, да? Да. Вот, с Маруси. В отключке я тут хожу, угарая. Бедная, Бедная, моя. Да, но я понимаю, вы сама уже немного слышите. Ну, хорошо, а когда вы приезжаете, ещё раз прошу. Ну, на днях, я пока не знаю, как там все... Харleich,ди, поскуда! На колени, на колени я сказал! Jahre нет шляпев億 она быстро быстро вытаскивать деньги что таки быстро быстро добила кусок быстро давать быстро доска за давать вопливательной деньги быстро нет implemented Principle его года банком год с пады оба подкротил избавят этого destroying ors authority строка это те это слово быстро я поймаю дает ваши последние деньги доставайте быстро сюда все деньги сюда все все что там есть сюда быстро я яхту вам быстро сюда я сказал подождите подождите собираются ногу выстрелю не буду ждать быстро не буду повторять все держите держите все все что там есть есть там еще что-то все быстро ты ну что ж вы так это до меня давай 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 бомжа раз рады давай нужно было следи за своими новогодами сама сошел давай и дай все сюда мы почти не тебя что великий затруднюю всю ногу выстрелю пипиську отстреливай на ладо она на Carla complicates доставания она на заказов сном назад назад зашел и т.о певе 7验 для его приятного а 7 а ритма Director of the job на центральное помещение официальная операция от 1 долларов она она отказывает ее идет она не такая да хорошо хорошо прокляты старые бомжа аварийской вот так вот я считаю что я считаю что надо на филиппине поеду дом себе куплю а ну назад я сказал а вылез 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 мои машины дедуган старый я еще вас убил честно да ладно ладно все пошли отсюда бомжаров вы навольняли тут уйдите отсюда моя машина уйдите с моей зоны все пошли отсюда стреляйте стреляйте поехал я твоей марусей поехал сейчас очнется поедут свои маруси загорать в турции все понял в общем ребята вот подошла очередная серия детективов в конце да че ты ржешь я не знаю это просто самая сумасшедшая серия мы хотели изначально вообще чтобы вы там писали кто прав кто винов а теперь я сам все в игре он взорвал мой участок тут вообще непонятно кто прав кто нет поэтому ребята в этой серии не знаем кто прав кто нет и вообще если тут кто то а кто прав знаете что давайте ставьте больше пальцев вверх больше лайкусиков на вот этой серии если хотите чтобы новая серия детектив вышла как можно раньше да да и ребята не забывайте писать ваши комментарии напишите все-таки кто прав кто виноват а вообще мне кажется что в этой серии прям такая ничья дружеская ладно да 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 поэтому ребята большое спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пайки давай спасибо 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 спасибо